КЕКУК ВЕРХНИЯ ХАЙРЮЗОВ Длинная, сложная трасса, 79 километров, много наледи, очень трудные подъемы, очень трудные спуски Достаточно продолжительное время проходит трасса по тундре, затем по лесу и по реке В конце выходит на русло реки Километров 20 придется идти по реке и только лодка говорит о том, что каюры выходят на реку Сплошной снег Андрей Семашкин, за ним идет Селиванов Владимир Видимо, его Андрей недавно обогнал, раз Володя не обгоняет его, когда тут останавливается Видимо, это произошло относительно недавно Ну, меньше, чем 15 минут назад, по крайней мере На подходе к Хайрюзову будут очень красивые скалы, мы их скоро увидим Каюры на ходу разговаривают между собой, общаются Поэтому-то для них, для многих и есть общение, что можно поговорить на ходу, едешь себе и едешь Да, здесь также приветствуется взаимовыручка на трассе, несмотря на то, что каюры, конечно же, соревнуются между собой Но если кто-то попадает в тяжелую ситуацию, как-то запутываются собаки или еще что-то То каюры, проезжающие мимо, всегда останавливаются и помогают Вот вылетает на русло реки Андрей Притчин На большой скорости, аж заносит Вы слышите, как он подгоняет своих собак? И идет третий Селиванов Андрей стартовал раньше Раньше Селиванова, значит, Володя где-то его обогнала Значит, сейчас он его обходит по времени Учитывая, что он стартовал через 2 минуты Значит, сейчас пока по времени он у него выигрывает Посмотрим, что... Ну, до финиша еще далеко Очень далеко еще бежать, где-то километров 20 Две трети пути до финиша Нет, не две трети, уже... Ну, большая половина здесь пути пройдена Евгений Кутынковав Одна за другой вылетают упряжки на лед реки Хайрюзовки А расскажи-ка нам, Анжела, что вы делали на Кекуке? Мы ведь уехали в Верхне Хайрюзово и встречаем уже оттуда упряжки Что происходило вечером? На таких контрольных пунктах, как правило, исключительно нехитрый быт Прибыли на место, растопили печь, нагрели воды Натопили снегу, прежде всего, пока съездили на речку Набрали воды Приготовили покушать Наш повар Глеб приготовил нам суп гречневый Глеб вообще радует всех на протяжении гонки Всякими-всякими разными вкусностями Да, он старается скрасить нам вот этот экстрим северный И вообще всячески помогает И подвозит на снегоходах, и перетаскивает вещи И делает все-все-все, чтобы и каюры, и сопровождение Чувствовали себя комфортно Валентин Солодяков проехал Наверстывает упущенное на предыдущем этапе Солодяков Вот Владислав Ревенок Кто идет за ним, сейчас увидим И кто-то, видимо, собирается его обогнать Женя Виктор Тихонов сзади идет Вот мы видим две упряжки Витя Тихонов бежит домой Его собачки ускоряют бег Они бегут домой Верхнем Хайрюзово его ждут Вот, кстати, момент, когда Володя пытается уже обойти Андрей уже есть у него на это право Прошло время И он может его обгонять И вот первые кадры финиша Для населения села Верхний Хайрюзово, Беренгия Это одно из немногих событий Собирающих все село В одном месте И дарящее им настоящий праздник Вместе с гиббез Беренгии В село Верхний Хайрюзово Прибывает также гуманитарный груз Как по линии православной епархии Так и собранные силами местных авторов-исполнителей Которые проводили благотворительные концерты И собирали для ребятишек спортивный инвентарь Село очень маленькое Кто-то мне говорил, что вообще 140 с копейкой Очевидно Я не буду спорить У меня данные 2009 года Вот Виктор Тихонов Представитель села Верхний Хайрюзово Спешит домой Собаки вон аж головы поднимают Собачки чувствуют дом Смотри, как бодро бегут Это называется Открывается второе дыхание Да и Виктор предвкушает встречу Потому что односельчане его всегда встречают как героя Средняя скорость, кстати, средняя скорость у пряжек растет Сейчас она составляет у многих уже 12-15 км в час А лидер гонки Андрей Семашкин развивает и вовсе до 20 км в час До 20 км в час Развивает тут для сравнения Геннадий Вагольнав, который значительно уступает Семашкину И всегда финиширует последним Он идет со скоростью не более 15 км А где-то даже и 10 Вот поднимается к поселку уже Запутались собаки у Ревенка Одна собака бежит задом Небольшой подъемчик такой Узнают Левковского Зрители, да, встречают Их немного Но они радостно встречают Знают многих по именам Вот совсем немного Совсем немного Николай Левковский Привез собаку на своих нартах Уступил Владиславу Вот дядя Витя А вот едет Въезжает, так сказать, в родной очаг Виктор Тихонов Вот мы слышим и Гум, и Лай Валентин Солодяков Маргарита Байшуакова Ее нагоняет стремительно Владимир Абки Ты молодский каюр Под седьмым номером Домой, говорит Домой, кричит Кушать, домой Кушать, кушать, говорит Собаки все быстрее и быстрее Набирают скорость Чувствуют, что скоро уже село Что скоро они будут отдыхать Мне кажется, Геннадий, как верный рыцарь Просто замыкает гонку Чтобы не дай бог, что с Ритой не произошло Рита, кстати, именинница Да, сегодня будут Риту поздравлять Старая добрая традиция Уже на Беринге отмечать день рождения Риты Да и не только Риты Координатор гонки у нас Игорь Юрьевич Воронцов Именинник Ниванин Иван финишировал Он пришел, кстати, последним С очень большим отрывом Долго его ждали Что-то У него тоже вот собака на нарте Завершился у нас очередной этап Пряжки финишировали В поселке Верхнее Харизово Сегодня прошли 67 километров В общем-то Финишировали достаточно компактно Задержался Ниванин Иван Вот Но видно, что он привез Две собаки в нарте Наверное, что-то случилось просто Может поранили лапу Еще пока не выяснили Вот Но пока в лидерах На сегодняшний день У нас Семашкин Первое место Притчин И Селиванов Володя Держатся На третьем месте Вот здесь После этого этапа Дяде Вите помогают Все односельчане Собираются все в его дворе Упряжка располагается Прямо во дворе У Виктора Тихонова Ну и остальные 11 упряжек тоже Привязываются так Чтобы не мешать друг другу Лапы лечат собакам Это зрители Собрались Татьяна Коновалова Вот сегодня нам с ней работы Конечно достанется Витаминами кормят Причем кормят собак Витаминами Комплевит Да Вполне съедобными И для человека И для человека Так что раздает она их всем Всем да Одну каюру И двенадцать собакам Итак посмотрим итоги четвертого этапа Еще на 7 минут Отрывается Андрей Семашкин От Андрея Причиной Теперь интервал их составляет 1 час 1 минуту и 2 секунды Третье место Сильванов Владимир Потерял он еще 2 минуты И теперь отстает от второго места На 20 Что в принципе пока не существенно 19 часов 22 минуты Общее время у Жени Кутенковава И по прежнему он на четвертом месте И стоит отметить Что Сильванов и Кутенковава Сильванов сняли по одной собаке Теперь у них в упряжках По 10 собак Также не изменились места Во второй четверке Пятое место Владислав Ревенок И по прежнему через 30 минут Как и на предыдущем этапе За ним идет Николай Левковский 20 часов 40 минут В пути Тихонов Виктор Седьмое место И до Левковского ему нужны Также 30 минут Валентин Солодяков теряет Одну собаку в упряжке Теперь их у него 12 На 40 минут он отстает От Виктора Тихонова По прежнему на 9 месте Маргарита Байшуакова Но она продолжает Увеличивать отрыв От 10 места На котором сейчас Абки Владимир За 6 часов 28 минут Он преодолел этот этап И в общем зачете Уступает Маргарите 1 час 4 минуты Опять Абки Владимир Поменялся местом С Нивани Иваном Который отстал от него На целых 44 минуты Оказался на 11 месте Закрывает четверку Стабильно Геннадий Вагальнав У него осталось 9 собак в упряжке Его время в общем В зачете 26 часов 36 минут 23 секунды Вот вечер Клуб села Верхняя Карюзова За дверьями ждет молодежь В надежде, что дискотека состоится Ну а в зале происходит представление гонщиков И подведение итогов этого этапа 5 часов 43 минуты 7 секунд Отец Владислав уже похож на отца Владислава Переоделся Поздравляет Маргариту Большуакову С днем рождения Кстати, сегодня Глеб Остапенко готовит сюрприз Он скоро об этом скажет Ну на них сейчас-то не смотри Время теперь не пошла Ну вот так полдороги Больше полдороги Вот так стоял-стоял Потом собачку уже загрузил И тоже с ней рядом сел Позавчера лапу сбил в сустав Лапы-то целые все Сбил лапу и все Захромал А сегодня, да Сегодня вообще легла Упала Тогда быстро бегут Не успевают Падут Сегодня У одного из участников гонки День рождения И мы делаем маленький сюрприз А так как сюрприз Все будет видно Когда будет готовое Должен на столе Вот такие вот дела Игорь, как день прошел? Штат на дне жизни Слава Богу, все живы-здоровы Собаки целы Матчасть на месте Оперативная группа готовит КП в Усть-Хайрюзе Что еще можно пожелать? Вот так, собственно Прошел у нас день Была викторина в клубе На вопросы отвечали Каюры На знания Беренгии Истории Беренгии Да, кстати 22-летней Напомню Истории Беренгии Вот общий вид поселка Вот так Собственно Это практически Весь поселок На экране Волонтеры катают Детей на снегоходах Сколько классов у нас У вас в школе Они говорят Учителя Даже не один учитель Второклассники Тут же Третьи классники Четыре По одному По два человека Каждого С каждого класса И один педагог С ними занимается Сразу Довременно Со всеми Я так и не пыл До девятого класса? Да я не знаю По-моему Не до девятого А, до девятого Правильно Вот такие хорошие там дети Дети Сеера Ну что ж, друзья Это был обзор Четвертого этапа С вами были Сергей Полуэктов Анжела Николюк И Антон Скрипаченко Встретимся с вами На пятом этапе Субтитры создавал DimaTorzok